Всем привет, друзья! С вами я, Джемма, и добро пожаловать на мой канал Джамкин Донатс. Сегодня будет по вашему запросу видео «Что такое Snapchat? Обновленная версия». Как вы уже знаете, я создала первое видео «Что такое Snapchat?» примерно год назад. И в то время Snapchat только набирал популярность. Тогда еще не было этих радуг, тогда еще не было много крутых штучек, которые сейчас есть. Так что я решила ответить на все ваши вопросы, которые вы мне задали под моим первым видео. Потому что иногда просто не успеваешь ответить каждому из вас, и просто у меня голова круто, думаю, «Ох, лучше делай видео». И я вам написала комментарий. Ребята, если хотите обновленную версию, ставьте лайк на этот комментарий. И вы поставили лайк, и вы попросили, что было бы круто, если бы я ответила на все ваши вопросы. Так вот, что я и делаю. В первую очередь я хочу ответить на вопрос, который часто задаваемый у меня в комментариях. Где достать радуги? Где достать эти собачку? Как мне это сделать? Мой телефон не поддерживает. В первую очередь я хочу вам сказать, если у вас еще нет в телефоне таких линз, во-первых, обновите Snapchat. А если нету, вы обновили, и до сих пор у вас нету этих радуг, я вам советую удалить Snapchat, загрузить обратно, и вот тогда, мне кажется, он загрузится с обновленной версией. И, конечно же, потом перезагрузить свой телефон. И если вы хотите, чтобы у тебя линзы поддерживали, я бы посоветовала вам использовать Snapchat с Wi-Fi. И если нет Wi-Fi, хотя бы скорость интернета 3G. Но я хочу сказать, если у вас телефон Android в версии 4.3 и ниже, то вряд ли у вас линзы будут поддерживаться, потому что они поддерживаются в версии Android 4.3 и выше, если у вас версия Android. А если у тебя айфон, линзы поддерживаются в телефонах айфон 5 и выше. Да. Вот так говорится вот на сайте Snapchat. Там говорят, что в будущем они попытаются сделать так, чтобы линзы поддерживались во всех камерах, во всех телефонах, но пока что они могут сказать только это. Еще один часто задаваем вопрос, который вообще-то связан с моим первым видео. Например, что ты имела в виду насчет музыки? Мы вообще не поняли. Потом я поняла, пересмотрела свое видео, а мне кажется, я тоже сама не поняла, о чем я говорю. В общем, когда я говорила музыку, что можно с музыкой сделать Snap, я имела в виду, что ты можешь включить своего телефона. Например, если у тебя в iTunes есть музыка, если можно даже включить Safari в ВКонтакте, да, если у тебя в ВКонтакте музыка, в основном я делаю музыку с ВКонтакта. Короче, открываешь страничку, получается, ВКонтакте. Сейчас я включу музыку. А, какую песню поставить? О, моя любимая песня. Итак, ставишь музыку с ВКонтакта. И она уже играет, да? Ты можешь вот так закрыть. Я иду к тебе теперь к своему Snapchat и открываю снова Snapchat. Открывай свой Snapchat, да? Теперь могу снимать с ним. И Snapchat будет с этой же музыкой. Теперь я вырываю эту музыку. И можете посмотреть. Мое видео-снэп получился с этой музыкой. Вот что я имею в виду насчет музыки в Snapchat. Итак, я хочу теперь на следующий вопрос ответить, как добавить друзей еще раз. Получается, что ты спускаешься сюда. И здесь add friends или добавь друзей. Когда открываешь add friends, ты увидишь add by username. То есть, по username, если твой друг знает свой username, он может тебе сказать, ты можешь взять и добавить, написать сюда. И следующая функция add from address book. Когда ты открываешь address book, у тебя выходят все, получается, снапчатеры с твоего контакта. Например, здесь все мои друзья, которых я не знала, что у них уже есть Snapchat. Они все мои друзья. И у них уже есть Snapchat. Так что могу добавить просто. Еще есть одна штучка. Например, если хочешь, чтобы твой друг быстренько добавил тебя в Snapchat, ты можешь просто со-скриншотать. И потом сделать еще раз add friends. И ты отправишь эту фотографию ему. И если он хочет тебе подобавить, то он может сделать add by snapcode. Открывает snapcode. И можно нажать то, что snapcode. Как вы видите, он говорит, типа, лол. Это же ты сама. Snapchat прокалывает. Ну, в общем, ты можешь вот так добавить своего друга. Отправить просто свой snapcode ему, и он добавит тебя через snapcode. Если хочет быстренько. Очень классная штучка. Например, если твой друг рядом, и у него телефон рядом. Правда, было бы круто, если чей-то телефон рядом был бы. В общем, ты можешь просто открыть свою вот эту страничку. Они могут взять, просто сфотать этот snapcode, и автоматически Snapchat добавляет этого человека. Например, здесь вопрос, если он тебе примерно нормально объяснит. Видишь, телефон к телефону, и фотоешь этот snapcode. Просто добавляешь, и все. Оно автоматически добавляет твоего друга. Вы еще мне задавали вопрос, как заработать эти цифры. Как сделать побольше. Просто нужно снимать побольше Snapchat. Это зависит от Snapchat. Например, мне кажется, ты снимешь видео, там побольше, если фото, там еще какое-то количество цифр. В общем, это просто очки для твоей Snapchat. Для твоей Snapchat. Еще один час задаваем вопрос. Правда, мне кажется, они уже определили. Но еще раз хочу ответить на этот вопрос. Как найти Анкару? Так как в прошлом видео я показывала лайв Анкару, и все говорили, где теперь найти Анкару. Я вам как говорила уже, Snapchat сам решает, какой город будет фичерс. Точнее, будет в основной странички, типа, как все будут где-то могут видеть, да. Получается, Snapchat сам решает, кто будет на лайв. Лайв это означает, типа, живая трансляция, либо же прямая трансляция. И, например, где лайв? Как видите, у меня сейчас идет Лизбон, Португалия, и еще какая-то игра идет. Когда я была в Нью-Йорке, мне кажется, Нью-Йорк всегда в основном бывает на фичерс, потому что всем интересно, что происходит в Нью-Йорке. Вот когда я была в Нью-Йорке, я делала Snapchat, и у меня появился новый такой button. Получается, что новое место, чтобы кликнуть. Когда ты кликаешь сюда, например, идет мой story, да, my story. И под моим my story, моей истории или мои посты, появляется local story. То есть ты можешь добавить в мою историю и как раз добавить на live. И это появится там, где, получается, показывают Нью-Йорк, ну, где бы вы ни находились. Так что вот так появляется live button. Но это зависит от того, где вы находитесь, и если этот город является фичерс, если это является, получается, если выбран Snapchat, чтобы быть на главной странице. Пока я вам готовила это видео, я, конечно, пересматривала, что еще нового могу я вам рассказать про Snapchat. И одно нашла, что очень меня, не знаю, удивило и порадовало. Если вы знаете, есть фильтры, да, у каждого, получается, в каждом месте. Если попали, например, в какой-то другой город, то в каждом городе есть свои фильтры, которые, например, Париж, Нью-Йорк у тебя выходят. Либо же у нас в Пинцаколе есть своя пинцакольская типа фильтр. Вот, в каждом городе, в каждом месте есть геофильтры. Что круто, Snapchat теперь позволяет тебе сделать самому геофильтр на определенное место. Скажем так, если это мой дом, и если кто-то будет приходить ко мне домой, если будет вокруг проходить моего дома, если сделать Snapchat у меня дома, вокруг моего дома, у них может быть мой фильтр. То есть я могу настроить свой фильтр. А чтобы настроить свой фильтр, вы можете зайти на Snapchat.com и посмотреть. Это все связано с Photoshop, фотография должна быть транспарентной, транспарентной, ну, вроде бы. Ну, чтобы можно было добавить, как наклеечку, в любую фотографию. И ты можешь, например, зайти на Map через Snapchat.com и купить, например, определенное место, и чтобы в определенном месте был этот фильтр. Если человек будет фотать фотографию с этого места, этот фильтр появляется у них с твоим фильтром. Так что ты можешь создать свой фильтр, что очень круто. Так что ты можешь создать свой фильтр, что очень круто. Так, следующее я хочу вам показать людей, за которыми я слежу. Если вам интересно. Я вам как раз напишу их, как бы, юзернеймс, их имена. Можете здесь еще добавить. Как быть, спрашивали, как найти Snapchat Kyla Jenner? Ее называют на Snapchat KylaZoMyNizzle. Мне кажется, кто-то из вас уже ответил. Ну вот, я слежу в основном за ней. Что круто. Еще я люблю следить за Камилой Коэльо. Она бразильянка-блогерша. Я ее просто обожаю. Я еще люблю следить за Анастасией Беверли-Хиллз. Это моя любимая Анастасия, которая создает офигенную косметику. Моя любимая Анастасия Беверли-Хиллз. Это мой русский акцент. И я люблю иметь хороший английский, но иногда я... Обожаю следить за Эвениной. Она очень прикольная. Еще слежу за моей любимой Handsome Dani. Это сестренка Song of Style. Я ее просто обожаю. Я еще люблю следить за моей любимой Дэсси Перкинс. И, конечно же, я люблю следить за моей Тенни Паноси. И я ее люблю. Обожаю ее. Она очень прикольная. Я поделилась моими контактами, точнее, за кем я свяжу в Снэпчате. Если у вас есть еще кто-то интереснее моих контактов, обязательно-обязательно напишите под моим видео, за кем вы следите и кого вы советуете следить. В общем, обязательно поставьте. Я хочу ответить на один комментарий, который задал Максим Филиппов, который пишет. Снэпчат для школьниц, которые скидывают всем подряд свои богатства. Не буду это говорить. Хочу сказать, что есть здесь правда и неправда, что Снэпчат вначале был очень популярным тем, что так как ты отправляешь Снэпчат, он сразу удаляется. И, получается, в одно время оно было популярно для тех, для всех извращенцев, в общем говоря. Да, они скидывали, оно удалялось, и этим было круто, типа. Но Снэпчат уже вышел на новый уровень, оно уже реально крутая социальная сеть, и никто не пользуется ради этих целей. В общем, вы как-то правы и неправы. Сейчас уже не так. Так вот, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, напишите свои комментарии, если еще будут вопросы, я постараюсь на все ответить. Так что вот, ребята, спасибо, что посмотрели мое видео. Увидимся на следующем. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Компания Шоро представляет Пейте, Шоро!